МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Вложение без задачи. Как решают проблемы обманутых участников долевого строительства в Чебоксарах? Еще раз у ЖКХ. В столице Чувашии проходит семинар по реформированию одной из самых проблемных сфер. Прекрасное рядом. В Чебоксарах может появиться самый большой в мире фонтан. Игры настоящих патриотов. Сегодня в Батринском районе открылись финальные соревнования Зарницы и Орленка. Торжественный марш с огромным триколором и флагом Чувашии, показательное выступление юных барабанщиц и парад юно-армейских отрядов. На финальный этап игр Зарницы и Орленок приехали более 70 команд со всех районов республики. В этот раз соревнование было решено провести в Батринском районе. Палаточный лагерь вырос в нескольких километрах от центра муниципалитета на так называемой Солнечной Поляне. В эти дни она полностью оправдывает свое название. Хотя по прогнозам в этих местах не исключены и проливные дожди, но к таким испытаниям готовы все. А еще им предстоит преодолеть полосу препятствий, экзамен по строевой подготовке, туризму, плаванию и даже ведению рукопашного боя. Ждут их и множество теоретических конкурсов и различных тестов. К этим испытаниям они готовились долго. Причем во главе некоторых команд стоят девушки, которые ничем не усыпают парням. Я как девушка могу сказать, что иногда девушки даже оказываются устойчивее и стрессоустойчивее, чем мальчики. Совершенство нет предела и я думаю, что нужно тренироваться больше и больше заниматься, но мы постараемся делать все возможное, чтобы достойно защитить наш город. На финальный этап игр приезжают лучшие из лучших, те, кто одержал победу на районных смотрах. В этом году в них приняли участие более 30 тысяч юношей и девушек. Интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом. Вообще Чувашия один из немногих регионов, где традиция проведения данных игр не прерывалась в течение вот уже 46 лет. Глава республики отметил, что это неплохой показатель. И он говорит о том, что в Чувашии растут настоящие патриоты и любящие свою родину. Итоги финальных игр подведут уже 29 июня. Но побеждают, как всегда, самые лучшие, самые сильные, самые подготовленные, которые имеют уже командный дух, которые понимают не на словах, а по действиям и по глазам, что нужно делать, как нужно соревноваться. Национальную стратегию действий в интересах детей на три года вперед обсудили сегодня в Канаше. Обеспечение качественного обучения и воспитания. Информационной безопасности и отдыха детей – вот вопросы, которые были в повестке дня. Но перед совещанием члены совета побывали в загородном лагере и канажском социальном приюте. Как реализуется положение национальной стратегии, смотрите в нашем репортаже. По резиму? Да, да. Кто-то сонно еще не проснулся, кто-то зарядку не сделал, я смотрю. Или все сделали? Вопросы главы республики детей не застали врасплох. Визит Михаила Игнатьева в загородный лагерь хоть и начался утром, но не повлиял на режим его работы. Обычно только зарядкой здесь стараются не ограничиваться. Ребята играют в бильярд и даже посещают уличный тир. Девочкам тоже нравится стрелять, да? Да, да. Чем вы учитесь? На лыжах катаетесь? Да. А, биатлоном занимаетесь? Вообще в лагере «Космонавт» каникулом подготовились основательно. Обустроили спортивные площадки, благоустроили территорию на улице и провели косметический ремонт в корпусах. В этом году сюда приехали отдыхать ребята из других регионов. Многие признаются, что теперь из лагеря даже не хочется уезжать. Тем более, когда вокруг столько интересного. Я тоже в этом лагере отдыхаю не первый раз. Это получается у меня уже пятый юбилейный год. И я здесь отдыхаю каждый год по две смены. Здесь очень нравится, потому что здесь много всего интересного, вовлекательного. И с каждым годом лагерь становится все лучше и лучше. Главный девиз в этом лагере – нет пассивности. Да, активности. Здесь ему следует каждый день. Для ребят проводят соревнования по футболу и баскетболу. Но больше всего признаются дети. Они радуются дискотекам. Дискотеку не любите, наверное? Любим! Да? А почему? А? Весело! Весело? Весело! Откуда в детях берется столько энергии и сил, долго гадать не пришлось. Столовая их кормит по пять раз за день. Перед сном полагается легкий ужин. Но больше всего главу региона интересовало, на чем его готовят. И в очки, видите, приобретаем новые тазы, нержавейку. Все. Из лагеря гостей отпустили не с пустыми руками. Им подарили оригинальные сувениры. Ребята делали их своими руками на одном из мастер-классов. Но глава республики пообещал передать эти подделки в коллекцию социального приюта «Канаша». Летом здесь отдыхают дети, которым зачастую не хватает родительского внимания и ласки. Обычно про таких говорят. Попали в трудную жизненную ситуацию. В приюте для них устраивают экскурсии, концерты и познавательные игры. Воспитатели работают по специальной программе. Так, как переворачиваем? Вот так. И что вы запомнили из сказки? Ну, есть у этого приюта и другая миссия. Здесь оказывают помощь детям, которые сбежали из дома и остались одиноки. Адаптироваться им помогают не только психологи, но и преподаватели по физкультуре. Обычно этот период длится всего неделю. Мы занимаемся с детьми аппликацией. Вот физкультура, например, теннис, там же вместе с детьми. То есть все у нас идет. То есть я и ребенок работаем вместе. Правда, сейчас, отметил Михаил Игнатьев, необходимо задуматься о ремонте здания или вовсе о переезде. Речь об этом зашла на очередном заседании Совета по реализации национальной стратегии в интересах детей. Еще одна актуальная тема – совещание строительства детских садов. В этом году планируют возвести 14. Правда, остались в республике и проблемные объекты. Наиболее сложная ситуация пока сегодня Кугесих остается, потому что цена вопроса определяется на завершение сколько. То есть повторно мы расторгли соглашение с Парнасом, и повторно сегодня на оставшуюся виды работ объявляем конкурс. Возможно, что уже в следующем году свои летние каникулы дети будут проводить не только в школах, но и в физкультурно-оздоровительных комплексах. Открыть лагерные смены на их базе возможно, но необходимо решить и организационные вопросы. Наверное, одна из главных проблем – это необходимость организации питания для детей, которые будут находиться в этих фоках. Поэтому наша задача сегодня проработать этот вопрос. И самая главная наша задача – максимально занять всех детей в течение всего летнего периода. Не исключено, что в школах Чувашии начнут изучать и этику. Пока от участников совета поступило предложение включить новый предмет в программу в качестве факультатива. Утвержденную стратегию выполнить необходимо, подытожил глава региона. Активно в этом процессе должны участвовать и молодые люди. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика. Без квартиры и без денег. В такой ситуации в современной России участники долевого строительства оказываются нередко. В столице Чувашии обманутые дольщики тоже есть. Очередное заседание рабочей группы по защите прав дольщиков провели сегодня в Доме правительства. Дольщики. Ну надо же что-то делать. Остатки вывозятся, будущего никакого нет. Предлагают на месте нашего подъезда повесить плакат и написать все, что мы думаем. Юридически имеем право. Типа дом-то наш. Вот такие сообщения на форумах писали разгневанные участники долевого строительства о позиции номер 3 по проспекту 9-й пятилетки. Датируется тем еще 2011 годом. На дворе 2014-й. Сейчас решается вопрос о возобновлении строительства уже другим застройщикам. На объекте строительства строительная площадка приведена в готовность для начала строительных работ. Завезен башенный кран. И вопрос стоит за техническими условиями на подключение строительной площадки для начала работы. Между тем, несущим конструкциям недостроенного дома время явно пошло не на пользу. Вполне вероятно, что некоторое придется заменить. Кто будет платить за эти и другие дополнительные расходы – большой вопрос. Дольщики уже потратились на отстаивание своих прав. Очень много затрат пошло на эти суды. Это же постоянно из-за суды и суды у нас было вообще даже сочетать невозможно сколько. Есть проблемные объекты на улице Фучика и Гражданской проспекте трактора строителей и Максима Горького. Причин, я думаю, несколько. Где-то не рассчитывают свои возможности, где-то наблюдается увод денежных средств, полученный от долевиков. Министерство строительства ведет постоянно контроль за ходом строительства и администрация города контролирует постоянно. Но мы не имеем права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность. Мы можем только по факту на сегодняшний день отслеживать, констатировать. Ну а из хороших новостей, пожалуй, то, что на сегодняшний день готовы к сдаче 53-й и 54-й оппозиции по улице Эльгера. Долговременно в их местах чебоксарцы видели лишний достроенный каркас. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. В столицу Чувашии собрались представители 14 городов по очень важному для россиян поводу – реформированию ЖКХ. Семинар проходит в рамках совместного проекта Всемирного банка и правительства страны. Чаще всего никаких позитивных эмоций аббревиатура ЖКХ у россиян не вызывает. О том, как поменять ситуацию, говорят уже давно и, судя по всему, говорить будут еще долго. В этот раз специалисты собрались в чебоксарах. Как бы то ни было, с тех пор, как правительство страны озадачилось реформированием этой проблемной отрасли, во многих муниципалитетах появились свои наработки. Ими представители городов и делились на семинаре. Любой семинар – это методическая помощь, я считаю, что, в первую очередь, принимающей стороне. Интересный опыт создания Совета многоквартирных домов на Бержино-Желны. Город рассказал, мы общаемся с руководством города, с мером города на Бержино-Желны, мы контактируем. Но здесь именно конкретный практический опыт, наработки. У нас тоже есть Совет многоквартирных домов. Мы тоже ставим задачу, чтобы работа этого Совета улучшилась. Я думаю, тот опыт, который сегодня получат в общине регионы, он будет очень полезен. Сегодня присутствуют здесь и представители, которые работают по разработке нормативной базы Государственной группы Российской Федерации, будет полезно и приятно для дальнейшего развития в целом сферы жилищно-коммунального хозяйства, доступности и прозрачности, прежде всего, для жителей нашей Республики и граждан Российской Федерации. Чебоксары, в свою очередь, покажут гостям объекты, которые модернизируются на средства программы реформы ЖКХ в России. Продлится семинар до 27 июня. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова чествовали лучших выпускников. Традиции торжественного приема у ректора уже 4 года. Эти ребята учились на отлично, преуспели в спорте и принимали активное участие в жизни университета. 100 лучших выпускников – своеобразная элита университета. Ежегодно ЧГУ выпускает более 1600 специалистов. Порядка 400 получают красные дипломы. У каждого немалый багаж знаний, приобретенных в УЗИ. Творческие, спортивные и научные достижения. Впереди у них новая жизнь, первая работа. По статистике, немало выпускников Чувашского госуниверситета трудоустраиваются по специальности. В 2014 году ЧГУ исполняется 47 лет. И в этом году диплом о высшем образовании получил 100-тысячный выпускник. Им стал Илья Чернышев, магистр факультета энергетики и электротехники, стипендиат правительства Российской Федерации. Держите марку университета. Ведите себя так, чтобы не было стыдно, больно за вас. И я уверен, говорю это на всякий случай, потому что вы не подведете. Успехов вам в вашей жизни. Поздравляю тебя. Хочу пожелать здоровья всем, всем нашим выпускникам. Их родителям, их наставникам, бабушкам, дедушкам, родным и близким. Чтобы вы гордо могли говорить, я выпускник Чувашского государственного университета. Это звучит гордо. Судебные приставы исполнителей провели очередной рейд по взысканию задолженности. Сотрудники управления в очередной раз проверяли наличие долгов жителей республики, которые не оплачивают в добровольном порядке задолженности по налогам и административным штрафам. Общая сумма взысканных в ходе рейда денежных средств составила более 75 тысяч рублей. Проверка автомобилей должников происходила посредством специального мобильного приложения, позволяющего мгновенно выявить, имеет ли автовладелец задолженности или нет. Приставы проверили четыре автомобиля. У их владельцев были долги по транспортному налогу и штрафы в ГИБДД. После того, как приставы пытались арестовать транспортные средства, автомобилисты полностью выплачивали долги. В рейдах Международного дня борьбы с наркоманией во Дворце детского и юношеского творчества прошел республиканский конкурс на лучшую профилактическую работу среди муниципальных антинаркотических комиссий. Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. Стремительное распространение наркотиков рассматривается как многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия. От демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной и политической среды. Бороться с этой зависимостью можно и нужно. Поэтому к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на информирование населения и прежде всего молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни. Давно уже пришли к выводу, что одними правоохранительными мерами эту проблему не решить. Поэтому очень важное, точнее сказать, решающее значение поддаётся именно профилактической работе. И сегодняшнее мероприятие является явным подтверждением. В рамках фестиваля, посвященного отказу от наркотиков, был проведен конкурс флешмобов, направленный на пропаганду здорового образа жизни, а также соревнования гидбригад «Мы выбираем жизнь». В Чебоксарах может появиться самый большой в мире фонтан. Возможность строительства нового объекта обсудили в администрации города Чебоксары. В Чувашию приехали представители двух предприятий-партнёров, которые строят фонтаны по всему миру. В столице Чувашии представлен ещё один проект благоустройства набережной города. В рамках подготовки к 550-летию Чебоксар будет реконструирована Красная площадь и залив. Как и испанский архитектор Хосе Сибирио, который предложил создать на водной глади серию из 121 фонтана, английский разработчик также выступает за такой комплекс. Но во главе проекта ставят строительство самого крупного фонтана в мире. Для нас залив – это не только эстетика и красота с точки зрения фонтана. Для нас это максимальное понимание того ресурса с точки зрения туристической привлекательности, экономического развития города Чебоксары и уникальность рукотворного залива в его дальнейшем развитии. Безусловно, это ресурс для развития как города Чебоксары, экономики города Чебоксары, в целом, так и столицы Чувашской республики. Самый большой в мире мультимедийный фонтан длиной в 300 метров стал темой обсуждения использования жемчужины нашего города – залива. Наша идея состоит в том, чтобы построить мультимедийный фонтан. В составные части фонтана могут быть фейерверки, огонь, лазерное шоу, вода, проекции, свет, иллюминация и другие специфические решения. Мы предлагаем фонтан, который будет предоставлять разные возможности для того, чтобы работать ежедневно в определенные сезоны, постоянно. И, кроме того, будет иметь возможность демонстрации специфических эффектов для праздников. Проектировщики предлагают создать плавающий фонтан, который будет перемещаться по акватории залива. Здесь на помощь архитекторам может прийти и промышленность. Предприятие столицы республики наверняка в состоянии разработать программное обеспечение для такого комплекса. Вызвало интерес и идея с размещением эффектных картин на водных экранах. Ровно как и создание коробочки сокровищ с психологическим эффектом границы из зеленых насаждений. Архитектор Сергей Лукьянов, в свою очередь, поделился идеей создания зимних фонтанов. Я думаю, что это очень интересно и тоже возможно. Те же самые огненные какие-то там лазерные дела, да, и вот это снеговые пушки какие-то. Я думаю, что вот зимний период, если у нас появится фонтанное дело, это вообще удивит, может быть, весь мир даже. Представители администрации заинтересовались проектом. Вопрос цены пока не обсуждается. Но чебоксарским властям хочется сделать город более привлекательным. В какую сумму бы это не встало. Более того, Алла Салаева отметила, что реализация этого проекта могла бы вызвать огромные интересы у гостей города, способствовать развитию туризма и стать хорошим подарком чебоксарам к 550-летию. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. В праздничные дни в Чебоксарах можно было встретить укротителей вовсе не тигров, а автомобилей. При поддержке салона «Диалавто» на площади Речников развернулось экстремальное действие. Сотни жителей города стали свидетелями зрелищного шоу «Автор Адео». Таким был день глазами журналистов национального телевидения. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Сцены из кинематографа в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что автомобили марки «Лада» в Чебоксарах будут выписывать такие пируэты. Остановиться в сантиметре от человека, поменять колеса на ходу, прокатиться на капоте автомобиля на высокой скорости, развернуться ровно на 180 градусов. Все ни по чем команде экстремалов «Тольятти Трюк». Все элементы они выполняют на автомобилях «АвтоВАЗа». Я думаю, каждая машина так, в принципе, может. Не только «Лада». «Лада», конечно, очень хорошая машина. Я бы не сказал, что, так сказать, она очень доступная во всем. Поэтому она может все, и это все зависит в основном от водителей и профессионалов. А поколение помладше, которому удалось выбиться в первые ряды, оценили шоу «Высоко». Особенно им запомнилось выступление балерины «Пятерочки». В перерывах, пока шла работа трюков, зрители могли познакомиться с новой «Ладой Грантой». Эксперты компании «Диалавто» презентовали модель, выполненную в кузове «Лифтбэк». Новинка воплощает в себе современные тенденции стиля, динамичный дизайн, функциональность и доступную цену. При этом сохраняет такой народный элемент, как вместительный багажник. Автомобиль подойдет более динамичным, активным людям, людям, которые хотят добиться чего-то в своей жизни нового. А технические характеристики, возможно, порадуют и участников команды «Тольятти Трюк». И вскоре, наряду с их калинами и приорами, появится «Лада Гранта Лифтбэк». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!